14 августа православные христиане отмечают первый Спас и начало Успенского поста. Он установлен перед великими праздниками преображения Господня и Успения Божьей Матери и продолжается две недели. Спас имеет церковное название – происхождение честных древ животворящего креста. Также праздник посвящен крещению Руси и победе, одержанной князем Андреем Боголюбским над Волжскими Булгарами в 1164 году и памяти ветхозаветных мучеников маковеев, принявших кончину за веру в 166 году до н.э. В праздничный день в храмах совершается освящение воды и меда – благодарность Богу за новый урожай. Поэтому в народе его еще называют медовым Спасом. За ним последуют яблочный и ореховый. Три дня, три праздника и придают особый смысл этому посту, давая верующим возможность для размышления, возможность для более глубокого понимания себя и осознания вообще смысла и поста, и веры, и, конечно же, своей жизни, исправлению к лучшему путем подражания Спасителю нашему Господу Иисусу Христу. Как отмечают священнослужители, нельзя забывать, что все Спасы имеют глубокий христианский смысл и посвящены Спасителю или чудесам, связанным с ним. То есть люди всегда склонны упрощать. Вот как-то в этом нет ничего плохого. Это добрая наша традиция. Но называя так эти дни, ни в коем случае нельзя забывать, какое же событие стоит во главе этого дня. Вот у нас получается, что во главе преображения стоят яблоки. Но это как-то грустно, потому что яблоки к этому дню обычно уже отходят у всех садах. И посвящать этот день яблокам, это уже как-то к христианству точно не имеет никакого отношения. А понимать, что мы приносим как бы в дар Господу плоды своих трудов, как раз вот в этот период, в период их созревания, в период тогда, когда земля нам приносит какие-то свои плоды, то есть мы приносим не только для того, чтобы там как-то их осветить, или придать им какие-то иные издовольства нет, конечно же. Мы приносим в храм для того, чтобы в храме их раздать тем, кто может быть больше нуждается в нашей доброте, в нашей милости. Это было бы гораздо лучше и принесло бы больше радость в мир. Беспилотник на страже ГИБДД. Сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии совместно с инспекторами ДПС приступили к патрулированию дорог на территории Северского района. Камера беспилотника с высоты птичьего полета фиксирует все, что происходит на федеральной дороге. Беспилотник в режиме реального времени фиксирует нарушение правила дорожного движения. Время, а также географическое положение, после чего эту информацию передает ближайшему патрулю госавтоинспекции. Изображение передается на монитор оператора, который в свою очередь информирует экипаж ДПС о дорожной ситуации. Благодаря беспилотнику инспектор, даже находясь на удалении, может зафиксировать транспортные средства, водители которых выезжают на полосу встречного движения. В качестве доказательства служит видеозапись, сделанная с борта летательного аппарата. Вылеты беспилотника по обеспечению безопасности дорожного движения показали, что их использование имеет большие перспективы. По результатам данного мероприятия было выявлено три административных правонарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения. В соответствии с кодексом административных правонарушений Российской Федерации, по данным фактам составлены протоколы. За время проведения совместной работы дорожно-транспортных происшествий допущено не было. Таким образом, для усиления безопасности, выявления и предотвращения нарушений правил дорожного движения, такие мероприятия будут проводиться еженедельно. 2019-й – особый год для Северского района. Муниципалитет отмечает свое 95-летие, а многие его населенные пункты – 155 лет со дня основания. Юбилейную дату отметила и станица Смоленска. Праздничные гуляния объединили жителей и гостей станицы. На площади Дома культуры развернулась ярмарка с казачьим подворьем. Для самых маленьких организаторы праздника подготовили увлекательную игровую программу с аттракционами и аниматорами. Работали площадки с аквагримом. Главные действия развернулись на сцене. В этот день с нее звучали теплые слова поздравлений. Наша станица – это не просто место жительства. Это наш общий дом. Объединено людей разных национальностей, судеб, характеров, поколений. Видимо целое. В день праздного юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших предков, стоящих у истока в основании нашей станицы. Большое всем спасибо. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия. С праздником, дорогие земляки. За 155 лет станица пережила радостные и грустные моменты. Менялись эпохи, но неизменно самым главным богатством Смоленска были и остаются ее жители. Очень отрадно отметить, что на этом празднике присутствует очень много людей. Я вижу, что вы неравнодушны к своей станице и любите ее. Хочется пожелать и дальше, чтобы вы ценили, любили и приумножали все, что сегодня имеется в станице. Станица на самом деле исконно казачья. И здесь соблюдаются все традиции и обычаи казачьего народа. Хочу пожелать каждой семье достатка, тепла и уюта, стабильности и процветания. Всех с праздником, дорогие мои земляки. Да здравствует Станица Смоленская! На праздники не забыли жители Смоленской, вносящих неоценимый вклад в ее развитие. Со сцены под громкие аплодисменты станичникам вручили почетные награды, медали за вклад в развитие Северского района и благодарственные письма. От всей души поздравляю всех жителей Станицы Смоленской, желаю счастья, благополучия и удачи на трудовом пути. Продолжился праздник концертом. Творческие коллективы Смоленского Дома культуры подготовили для гостей праздника яркую и запоминающуюся программу. Впереди жители Северского района ожидают еще немало торжеств, посвященных юбилейной дате. Ближайшее мероприятие пройдет 17 августа. Свой день рождения отметит Станица Крепостная. Я с летом слышал про ГТО, как родители говорили об уникальной спортивной системе, которая позволила победить в войне, возродить страну и воспитать первых чемпионов. Сейчас, как состоявшийся спортсмен, понимаю, насколько важно и значимо, что родители с самого детства привлекли меня к занятию спортом. Только вперед и только вверх. Не сдаваться и работать над собой. Поддохновляться примерами лучших. Никогда не опускать планку и покорять новые высоты. Победим вместе. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планирую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У этих рыбок в Парижском океанариуме теперь двойная работа – радовать гостей и обеспечивать питательными веществами местную ферму. Рядом с аквариумом растут помидоры, перцы и баклажаны. Сотрудники океанариума решили выращивать овощи гидропонным способом. Для полива используют воду из аквариумов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принцип простой. Рядом с нами живёт рыба, которая выделяет элементы, содержащие азот. Проще говоря, экскременты, богатые азотом, – это удобрение. Своего рода навоз в воде. Экологичная ферма появилась здесь чуть менее года назад. Сотрудники океанариума уже собирают неплохой урожай. Помимо овощей выращивают и клубнику. Ухода нужно немного. Главное – кормить рыбу и постоянно обеспечивать аквариумной водой сельскохозяйственные культуры. Единственная трудность в том, что в закрытом помещении нет пчёл, так что опылять цветочки приходится вручную. Работники океанариума считают, что гидропоникой может заняться любой. «Мы хотим доказать, что очень просто сделать гидропонную систему. У нас, скорее всего, полугидропонная система. Нужны просто свет, вода и рыба. Каждый может это сделать. И почему бы не дать такую идею производителям?» По мнению сотрудников океанариума, гидропоника позволяет с небольшими затратами выращивать органические овощи. И с её помощью можно сократить импорт этой продукции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова